Полотна Рембрандта и Вермеера привезли в Московский музей имени Пушкина. 82 работы золотого века голландской живописи впервые демонстрируют в России. Вот одна из самых ранних работ Рембрандта – «Аллегория обоняния». Он написал её в 18 лет. В забавной жанровой сценке «Кабинет врача». На популярной в 17 веке процедуре кровопускания пациент упал в обморок. Герои одеты в яркие экзотические костюмы. Такие носили актёры. А это визитная карточка выставки Минерва. В образе античной богини мудрости и искусства любимая жена Рембрандта – 23-летняя Саския. Художник писал её не менее полугода. «Здесь не только светотень, но и самое главное сочетание такой лёгкой лессировочной манеры с использованием пастозной кисти, которая как раз создаёт ощущение богатства живописной фактуры, то, что сообщает картинам Рембрандта, ощущение какой-то дополнительной внутренней вибрации». Девушка за Вёрджиналом – работа кисти Яна Вермиера. На лицо героини мягко падает свет из окна. Известно, что жёлтая шаль дописана позже другой рукой. Специалисты сетуют, она скрывает изящное платье. По соседству с картиной тот самый инструмент – Вёрджинал – разновидность клавесина. «Это типичный пример поздней манеры. Это необычайная поэтика соотношения образа молодой дамы, занятой музицированием на старинном клавишном инструменты. И вот это общее настроение поэтики, музыки». А вот и жемчужина коллекции «Голова медведя» Леонардо да Винчи. Серебряный карандаш на бледно-розовой бумаге. Листок из походного альбома художника. «И что любопытно, что этот рисунок Леонардо да Винчи использовал как некий прообраз в создании знаменитой картины «Дама с горностаем». Но Леонардо не знал, где взять горностая, как он выглядит. И он решил и в качестве прообраза использовать эту голову медведя, просто еще более вытянув ее». Выставка открыта до середины июля, после чего отправится в Санкт-Петербург.